Здравствуйте! Это новости на канале НСК-49 в студии Татьяны Вычукжанины. Смотрите сегодня. Необычный автопробег, в котором участвуют грузовики и автобус, прибыл в наш город. Поводковая ситуация и прогнозы уровня реки Опи в Новосибирске. Задолженность по заработной плате в Новосибирской области продолжает расти. А теперь подробнее об этих и других событиях. По данным статистики, задолженность по заработной плате в нашей области продолжает расти. На сегодня она уже перевалила за 100 миллионов рублей. Без своевременной зарплаты остались уже 2625 работников. Задолженность по сравнению с предыдущим месяцем возросла еще на 1%. Общая сумма долгов по зарплате, которую компании области погасили в июне, составляет 52 миллиона рублей. Из общей суммы задолженности подавляющая часть составляет задолженность предприятий строительства. В два раза меньше она у обрабатывающего производства, сообщает региональное министерство труда. Автопробег, в котором участвуют грузовики и автобус, прибыл в Новосибирск. Что привело их в наш город в условиях жесточайшего кризиса, поразившего российский автопром и какими новинками автопрома участники автопробега решили удивить сибиряков, выяснял наш корреспондент. Автобизнес – одна из отраслей наиболее сильно пострадавших от кризиса в России. Уже не первый год производители и продавцы автомобилей подсчитывают объемы падения производства и продаж, пытаясь найти выход из непростой ситуации, в том числе придумывая нестандартные рекламные ходы. Как, например, этот автопробег на грузовиках и автобусах от Мурманска до Владивостока, прибывший в наш город. Среди автомобилей есть мусоровоз, зерновоз и лесовоз. На протяжении всего пути опытные водители замеряют топливную эффективность, ведут интернет-блог о поведении техники в пути, дают мастер-классы и делятся опытом эффективного управления техникой на дорогах России. Автопробег, организован в честь 125-летия одной из автомобильных марок, планируется, что его участники объедут практически всю Россию. Наверное, нельзя сказать, что эта техника особо широко применяется в нашем городе. Для многих российских покупателей новые европейские технологии пока не по карману. Например, такой грузовик стоит в среднем от 9 до 12 миллионов. Ценник на автобусы также впечатляет, невзирая на неоспоримый комфорт этого транспортного средства. Далеко не каждое предприятие может себе такое позволить, учитывая, что есть более дешевые отечественные автомобили. Хотя, посмотреть здесь есть на что. Представлено немало европейских новинок. Наверное, вряд ли акции, подобные этому автопробегу, решат проблемы, обрушившиеся на российский авторынок. Скорее, они демонстрируют, что отрасль живет и пытается найти выход из кризиса. Оптимизма представители автопрома пока не потеряли. Те клиенты, которые с нами уже на протяжении длительного времени, они остаются с нами. Справедливости ради, стоит отметить, что из-за спада продаж у потребителей часто появляется шанс приобрести новую технику на более выгодных условиях, на различных акциях и распродажах. Если, конечно, у покупателя найдутся деньги на покупку. В детской городской клинической больнице номер 3 Новосибирска произошло ЧП. Накануне здесь во втором корпусе обрушился потолок. Очевидцы сообщают, что обрушение произошло из-за сильного дождя. В коридоре инфекционного отделения больницы вода сначала просочилась и потекла по стенам, а затем в потолке под напором воды образовалась дыра. В итоге потолок из гипса картона не выдержал и рухнул пластом на пол вместе с лампой и проводами, сообщает НДН-Инфо со ссылкой на свидетелей ЧП. К счастью, жертв нет. Обрушившийся потолок задел одну из медсестер, но не сильно и она продолжила работать. Эвакуации пациентов и персонала не было. Более 100 тонн растительной продукции из Казахстана не разрешили провести в Новосибирскую область. Как сообщает пресс-служба ведомства, на контрольном пункте Карасук было задержано 102 тонны подкарантинной продукции, прибывшей автомобильным транспортом из соседнего государства. Это дыни, арбузы, абрикосы, а также другие фрукты и овощи. При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что на вышеуказанные партии подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска отсутствуют сертификаты, подтверждающие их безопасность. В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства, ввоз продукции на территории Российской Федерации был запрещен. Все партии подконтрольной продукции возвращены отправителям в Казахстан. Накануне был отменен рейс авиакомпании Turkish Airlines, Новосибирск-Стамбул и обратный рейс из Стамбула в Новосибирск. Также свои рейсы ранее отменила авиакомпания Aeroflot, о чем сообщила на своем сайте. Пассажирам рекомендовали сдать билеты без применения штрафных санкций. Как сообщает Интерфакс, российским авиакомпаниям на временной основе запретят выполнять регулярные рейсы в Турцию. Судьба рейса 23 июля из Новосибирска в Анталию, на котором намеревались лететь 250 туристов, пока не ясна. В Российском Союзе туриндустрии в то же время ожидают вылета в Анталию около 600 российских туристов. Территории садовых обществ, пострадавших от паводков в Новосибирске, полностью освободились от воды. В соответствии с прогнозом, поднятие уровня воды в реке не планируется. Подтопление дачных участков не ожидается, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области. Как сообщает ТАСС, был уменьшен объем сбросов из водохранилища через плотину ГЭС. За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций, связанных с опасным гидрологическим явлением, не произошло. Новосибирский гидроузел работает в штатном режиме. В связи с этим ситуация снимается с контроля в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области. Как ранее сообщалось, вторая волна паводка на Аби была связана с таянием снега в горах Алтая, на которое наложились ливневые дожди. Из-за резкого увеличения притока и переполнения водохранилища, Верхнее Обское водобассейное управление вынуждено было увеличить сбросы через плотину. Это стало причиной подъема уровня Аби в черте Новосибирской и вместе с дождливой погодой привело к подтоплению до 120 дачных участков в трех садоводствах Первомайского и Советского районах города. 13-летнему Егору Кузьмину нужна помощь. Мальчик страдает тяжелым наследственным заболеванием нервной системы, спинальной амиотрофией. Его тип заболевания самый неблагоприятный. Болезнь прогрессирует. С каждым днем мальчик теряет способность передвигаться и обслуживать себя. О том, как можно помочь, смотрите далее. Егору Кузьмину 13 лет. С огромными усилиями ему удается скарабкаться на диван. Ноги и руки едва слушаются. Когда Егору было чуть больше года, случилось несчастье. Он упал и сломал височную кость. Возможно, это черепно-мозговая травма и послужила толчком к затаившемуся в теле ребенка страшному заболеванию. Мальчик стал заметно отставать в развитии. Ноги подкашивались, каждый шаг давался с трудом. То, что всему виной неизлечимое генетическое заболевание, врачи поняли не сразу. С полутора до трех лет просто не могли понять, что происходит. То есть это было не совсем очевидно. Наблюдались нам, ставили то парапорез, то еще что-то. Но в итоге все-таки, когда мы сдали анализы на генетику, нам подтвердили, что это все-таки спинальная миотрофия Вернига Гоффмана. Ну, второго день пока. В первое время состояние Егора было достаточно стабильным. Постоянное наблюдение врачей, курсы реабилитации, санаторное лечение. Но с годами стали заметны изменения. Не было контрактур на ногах. Сейчас появились контрактуры. Более были ручки подвижны. Сейчас у нас повело ручки. Нам уже стало тяжелее писать, допустим, что-то держать в руках. То есть все равно ему тяжелее стоять. Стал сгибаться позвоночник. Здоровье мальчика стало резко ухудшаться с переходным возрастом. Ноги с каждым днем стали слушаться все меньше и меньше. Встать с колен Егор уже не в силах. Если мы маленько хотя бы стояли на ногах, могли там пройти пару метров, то сейчас мы только на коленях, нам стоять даже сложно. Беда в том, что болезнь быстро прогрессирует. Если не помочь, то Егор очень скоро полностью перестанет двигаться. Он не сможет не только ходить, но и сидеть, держать голову. Даже глотать и дышать без помощи мышц, согласитесь, невозможно. Врачи Московского института новых технологий могут облегчить жизнь мальчика, стабилизировать его состояние. Но лечение стоит 200 тысяч рублей в год. Эта сумма для мамы мальчика неподъемная. Пенсии едва хватает на пропитание и самое необходимое лекарство сыну. Они живут вдвоем совсем одни в крошечной комнате двухэтажного барака. Чтобы помочь Егору, отправьте смс со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Отправлять их можно в неограниченном количестве. Другие способы пожертвований можно найти на сайте благотворительной организации «Русфонд». Сегодня около 7 часов утра неустановленный водитель «Рено Логан» двигался по трассе Р-256 Новосибирс-Ташанта и, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с встречным грузовым автомобилем «Мерседес». В результате ДТП водитель «Рено» погиб на месте. Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. А также личность погибшего водителя сообщает пресс-служба региональной полиции. Полиция ищет очевидцев ДТП, произошедшего в ночь с 14 на 15 июля на улице Троллейной. По информации полицейских, недалеко от остановки автокомбинат водитель на «Белой Тойоте» сбил пешехода и уехал. Пешеход от помощи врачей, вызванных на место происшествия, отказался. Он сказал, что не имеет претензий к водителю, однако, по оценке полиции, произошло ДТП и поэтому виновника необходимо найти. Сейчас полицейские разыскивают водителя и просят очевидцев случившегося на троллейной обратиться по телефону, который вы видите на своих экранах. Накануне около 4 часов утра на Каменском шоссе в поселке Восход 38-летняя женщина, управляя автомобилем «Хонда Фит», не справилась с рулевым управлением, допустила съезд в кювет и наезд на дерево. В результате ДТП 5 человек, находившиеся в автомобиле с травмами различной степени тяжести, были доставлены в медицинское учреждение. Женщина-водитель получила травмы, несовместимые с жизнью, от которых через некоторое время скончалась в больнице. В Новосибирске ищут пропавшую 48-летнюю женщину. 15 июля между 10 и 11 часами утра из садоводческого общества «Иня» ушла и не вернулась Мурзакулова Гильбар Гудратовна. Была одета в костюм в национальном узбекском стиле, при себе имела женскую сумку черного цвета. Любую информацию о ее местонахождении можно сообщить по телефону, который вы видите на экране. Чемпионат мира по футболу среди бездомных завершился в шотландском Глазго. Сборная России, в которую вошли игроки из Новосибирска и Томска, заняла третье место, победив команду «Чили». В составе российской команды Новосибирск представляли пять игроков и тренер. Еще двое парней приехали на турнир из Томска. В матче за бронзовые медали наша команда выиграла у сборной «Чили» со счетом 3-1. Первое место в турнире заняла команда «Мексики», разбомбившая бразильцев со счетом 6-1, сообщает муниципальное информагентство Новосибирск. Цель чемпионата, впервые прошедшего в 2003 году в австрийском Граце, привлечь внимание к проблеме бездомных людей и создать необходимые условия для их интеграции в общество. Турнир проводится ежегодно при поддержке УЕФА, которая финансирует чемпионат за счет штрафов, выплачиваемых в их футбольными клубами и сборными. А у нас на этом все. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по телефону 220-2105. Оставайтесь с нами.